Уважаемые коллеги, Рустам Миниханов в Кремле принимает делегацию Перемского края. По его словам, это мощнейший регион России с огромным потенциалом. Налажен товарооборот с Татарстаном. Республика поставляет туда грузовые автомобили, спецтехнику, автобусы, шины, дизельное топливо, лекарства, медицинское оборудование. Из Перми получают нефтепродукты, удобрения, цемент, химическую продукцию. Крупный, мощный, перспективный регион нашей страны. Один из ведущих торгово-экономических партнеров Республики Татарстан. С товарооборот статистика. Цифра была 15 миллиардов. Я думаю, что эта цифра меньше не стала. Сотрудничеству способствуют прямые авиарейсы и железнодорожное сообщение. Президент предложил обменяться опытом в создании инфраструктуры для поддержки бизнеса, в цифровизации, в развитии комфортной городской среды и обращении с твердыми коммунальными отходами. На следующий год Пермь отметит 300-летие. Сейчас идет подготовка. Губернатор пригласил татарстанских коллег на праздник. Приглашаем вас посетить и в этом году на какие-то мероприятия, так и на 300-летие. Сами обязательно будем участвовать и в Казань-саммите, и прочих мероприятиях, которые вступят и проходят. Нам это интересно. Планируется сотрудничество и в сфере образования. Сегодня в КФУ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и временно исполняющий обязанности ректора Казанского университета Дмитрий Таюрский подписали соглашение. КФУ станет участником проекта Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование». Сильнейший Казанский университет, я думаю, станет востребован нашими учеными. И с другой стороны, мы также можем очень много дать ученым Казанского университета в продвижении природоохранительной тематики. Делегация посетила музей истории КФУ. Осмотрели экспозиции императорского зала. Также заинтересовали проекты КФУ, открытый университет и студенческое телевидение. Фуриза Мазитова, Алмазия Динов, ТНВ, Казань.